А вот интересно, интересно, это почитать о стадиях зашлаковки человеческого организма. Вот это мало где имеется. Естественно, каждому хочется знать, насколько зашлакован его организм. Оказывается, еще в 1955 году немецкий врач Реки Верх сформулировал теорию зашлаковки человеческого организма, научное название которым называется гемотоксикология. То есть уже в 1955 году это все было. Но я думаю, мы копнем историю, найдем более еще древние источники, говорящие о зашлаковке организма и как надо зашлаковывать. Итак, в основе этой теории лежит то, что болезни есть не что и но, как проявление защитных сил организма, управляемых иммунной системой против внешних и внутренних токсинов. Другими словами, болезни это попытка организма, человека комментировать ущерб, возникший вследствие воздействия шлаков и ядов. Реки Верх определил 6 основных стадий зашлаковки человеческого организма. Значит, я их по-своему вам изложу. Первая стадия, выделительная. Физиологическое выделение всех видов шлаков из тканей в процессе обмена веществ. Это регулируемое самим организмом в стадии введения шлаков. Практически это означает вполне здорового человека. Пока человек молод и у него достаточно жизненных сил, его организм вполне справляется с выведением большинства шлаков наружу. Это происходит так естественно и легко, что человек этого не замечает. То есть это здоровый человек. Вторая стадия, стадия реакции или ответа на накопление шлака. А это уже теоретически здоровый человек. У такого человека пока все в порядке, но изредка организм мощно выбрасывает из себя шлаки. Это проявляется, запоминаю, в виде повышения температуры тела, насморка, кашля, потения, то есть отходит мокрота, поноса, гнойных выделений, из легких горла, носа и так далее. Болевые ощущения и прочих неудобств. Покраснение, уплотнение, нагноение, вскрытие. Это первые симптомы, указывающие человеку на то, что пришла пора заняться очищением своего организма. Вот, уже на второй стадии надо подумать. Третья стадия, накопление и перераспределение большого количества шлаков. Это означает превращение теоретически здорового человека в хронически больного. Дальнейшее накапливание шлаков в соединительной ткани у одних людей приводит к ожирению первой степени. Организм пытается набором веса, в основном жира, скинуть шлаки в инертную массу организма, который является живым. У других этот механизм не срабатывает. Питание клеток через соединительную ткань нарушается, и человек высыхает. Похудание первой степени. Как у первых, так и у вторых в организме образуются новые локальные места накопления шлаков. Может расти живот из-за отложения каловых камней в толстом кишечнике. Уже появляются липомы, фибромы, атеромы, полипы, геморрой, варикозное расширение вен, тугоподвижность в суставах и так далее. На этой стадии происходит усиленное заселение организма человека и патогенными микробами, грибками и прочими паразитами. То есть есть питание в виде различных шлаков, которые накопились, их надо, грубо говоря, как-то разлагать, то есть это вообще питательный материал, и он усиленно заселяется паразитами. Эти симптомы указывают на то, что уже надо усиленно практиковать очищение организма. В данном случае оно будет естественным, универсальным средством, способствующим возвращению нормального здоровья. То есть ничего не надо делать, лечиться, надо очищаться. На второй-третьей стадии зашлаковки организм человека еще как-то справляется, периодически выбрасывая из себя шлаки. В это время происходят разного рода обострения, кратковременные болезни, а режисс человек может переходить и в второй стадии зашлаковки к третью и наоборот, туда-сюда. Что и наблюдается у большинства населения. Если же человек продолжает вести прежний образ жизни и не понимая происходящего с ним, лечится, в кавычках, а именно срывает естественно очистительные реакции организма. Какие? Температуру, кашель, понос, боль, слабость. То есть это все естественные проявления реакции очищения организма. Но этим он только утрамбовывает шлаки внутри своего организма, выращивает более злокачественные микробы и паразитов, дополнительно зашлаковывает организм лекарствами и нарушает нормальную слаженную деятельность разнообразных систем организма. Фильтрация соединительной ткани нарушается до такой степени, что шлаки препятствуют нормальному питанию клеток. Процесс накопления шлаков переходит в следующие стадии. Если первые три стадии можно определить как тканью зашлакованной с организма, то последующие говорят о клеточной зашлаковке. Четвертая стадия. Стадия насыщения шлаками соединительной ткани. Если предыдущие стадии характеризуются тем, что организм мог куда-то перераспределять шлаки, то на этой стадии произошло полное насыщение соединительной ткани шлаками, ее сгущение и частичная потеря нормальной фильтрационной способности. В результате этого возникает резкий упадок сил в виде синдрома хронической усталости, в виде сосудистой дистонии, мигрени, ранний климакс, нарушение обмена веществ, отложение солей, остеохондроз позвоночника, преждевременное старение организма. К этим симптомам надо добавить и предыдущие, описанные в третьей стадии, но более выраженные. Грамотно проведенная очистительная программа, даже на этой стадии зашлаковка организма, еще может полностью вернуть утраченное здоровье и даже значительно приумножить его. Но если это не произойдет сейчас, то наступает следующая стадия. Пятая стадия. Стадия дегенерации и разрушения организма. Питание клеток через соединительную ткань уже нарушается настолько, что они отмирают. Эта стадия характеризуется тем, что возникают вторичные нарушения в виде разного рода атрофий. Если атрофия клеток наступает в печени, развивается цирроз, и если в почках – нефроз. Весьма часто атрофия происходит и в нервных клетках, которые обильно окружены соединительной тканью. Например, атрофия зрительного нерва. Высухают и сморщиваются многие слизистые оболочки, носа, влагалища. Из-за дегенерации стенок сосудистого русла распространены инсульты, инфаркты, порезы, параличи и многое другое. Естественно, то, что уже атрофировано, вернуть в нормальное рабочее состояние одним очищением трудно. Здесь нужно применять и другие средства восстановления. Но в любом случае, программа очищения будет основной для вытаскивания самого себя из стадии разрушения организма. И, наконец-таки, шестая стадия – стадия озлокачествления, не я, что в организме человека может озлокачествиться. Отчего это может произойти? Озлокачествиться могут собственные клетки организма и микропаразиты, обитающие в нем. Когда клетки той или иной ткани окружены агрессивно по отношению к ним средой, гниющим болотом, в которое превратилась соединительная ткань, то они начинают перерождаться, пытаясь выжить в этих условиях. Это один из возможных вариантов озлокачествления. Другой вариант. В ослабленном организме – вирусы, микробы, грибки и прочее – паразиты начинают себе вить гнезда. В итоге возникают разного рода злокачественные опухоли, состоящие из колоний указанных паразитов. И этому нечего удивляться. Человек сам ослабил свой организм шлаками, создал внутри себя благоприятные условия для их размножения. В итоге на шестой стадии возникают онкологические заболевания, и все шлаки воздействуют комплексы. Субтитры создавал DimaTorzok